Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова и основные темы выпуска в начале. Работают даже ночью. Строительство международного моста через Амур идет с опережением графика. Больше не будут дышать пылью. Объездную дорогу в Свободном заасфальтируют к 1 сентября. Деньги для малого бизнеса предпринимателям региона рассказали о видах финансовой поддержки. Историческая находка. Амурские поисковики обнаружили в Волгоградской области неучтенные захоронения бойцов Красной Армии. На международном мосту через Амур начали заливку бетона. Основные работы этого процесса по технологии проходят только с наступлением темноты. Строители как с китайской, так и с российской стороны идут с опережением графика. Трансграничный переход планируют сдать уже к концу года. Подробности в нашем следующем материале. Работы на международном мосту не прекращаются даже ночью. Вечерние невысокие температуры позволяют смеси равномернее набирать прочность. Сложность всего процесса в том, что заливка бетона идет с воды. Насосами его качают с барж, которая курсирует по Амуру. Вся работа полностью синхронизирована с китайской стороной. Это связано с особенностью данного моста. Это экстрадозное пролетное строение. С особенностью работы самого пролетного строения. То есть у нас здесь комбинированы металлические балки и плита проезжей части железобетонная. Видите, прекрасно у нас присутствуют элементы вантовой системе. В связи с этим необходима такая синхронизация. Сегодня рабочие приступили к бетонированию пятой части моста. Всего их будет восемь. В общей сложности в основании дорожного полотна трансграничного перехода будет уложено пять тысяч кубометров бетона. По две с половиной тысячи с российской и китайской страны. Параллельно с заливкой бетона идет и монтаж других конструкций сооружения. Мост через Амур, к примеру, будет оснащен специальными аэродинамическими рассекателями, которые сделают его устойчивее. Любое сооружение подвержено колебаниям, связанным с динамическими и статическими нагрузками, в том числе и ветровыми. Поэтому для снижения этих нагрузок, для того, чтобы мост, скажем так, дольше служил и оставался в должном состоянии, проектом предусмотрены аэродинамические рассекатели. Еще в мае готовность моста была 50%. Сегодня эта цифра уже составляет 76%. После того, как на сооружении закончится бетонирование, рабочие приступят к укладке гидроизоляции и асфальта. До окончания всех работ остается всего 4 месяца. А первое автомобильное движение между Благовещенском и Хэйхэ начнется в апреле будущего года. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. Завершить асфальтирование объездной дороги в Свободном планируют к 1 сентября. Затем сделают разметку и установят дорожные знаки. Напомню, в октябре 2018 года в городе рухнул путепровод, который соединял две части Свободного. После этого начались работы по устройству объездного пути. Объездную дорогу мы улицу Шатковского, Продейский, всю заасфальтировали. У нас остался дом участок, который мы сейчас сушим, для того, чтобы можно было положить асфальт. Улица Бульварная заасфальтирована до спуска, и остался там, еще выберется одна пучина, появилась, и закончим асфальтирование. И с асфальтом вышли на улицу Луговая. Улица Луговая, она находится в несколько низменностей, поэтому сейчас ДЭП-191 грейдером проводит смешивание грунта, для того, чтобы подсох, после этого проведут уплотильные работы и положим асфальт. Еще в прошлом году объездная дорога была из грунта. После обрушения путепровода количество автомобилей здесь увеличилось. Жители района жаловались на сильную пыль. Сейчас работы по обустройству объездного пути подходят к концу. После того, как на всех участках уложат новый асфальт, нанесут дорожную разметку и установят необходимые знаки. Совет молодых депутатов создадут в Преамуре. Инициативу обсудили в рамках рабочей группы по взаимодействию с народными избранниками. В областной центр приехали депутаты законодательных органов государственной власти Хабаровска, Забайкалья и Республики Бурятия. О целях и преимуществах создания Совета молодых парламентариев узнавал наш корреспондент. Депутат должен быть компетентным, считают участники встречи. В депутатское кресло попадают люди из разных профессий, будь то учитель, доктор или, положим, работник коммунальной сферы. Одна из актуальных проблем зачастую новоизбранные молодые парламентари не до конца понимают работу муниципалитета. Сегодня в федеральном собрании выступают за то, чтобы обучать молодых депутатов определенным компетенциям. Таким образом, те смогут качественно и эффективно выполнять наказы избирателей. Нужно выбрать ту специфику, в которой вы работаете, очень четко разбираться в 131 законе, какие компетенции и полномочия находятся в ведении местных органов власти, это благоустройство, это муниципальные школы, какие находятся в региональной власти здравоохранения, и четко понимать юридическую форму того, как защищать права граждан. Сегодня в Благовещенске работу представительных органов обсуждают участники рабочей группы по взаимодействию с молодыми депутатами. Такие заседания проводятся раз в полгода и в разных субъектах Дальнего Востока. В этот раз выбор пал на Преамуре. Дело в том, что в нашем регионе планируют создать совет молодых депутатов. Сегодня они действуют почти во всех регионах Дальнего Востока. Однако, в отличие от центральной части, в ДФО этот орган работает достаточно недавно. Наши коллеги из Центрального федерального округа также взаимодействуют и создают советы молодых депутатов. Но активно сейчас, особенно последний год, создаются советы молодых депутатов в субъектах Дальнего Восточного федерального округа. Создана рабочая группа при парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. Рабочая группа как раз-таки сегодня заседает уже второй раз. В столицу Преамуре приехали депутаты городских и районных советов Дальнего Востока, в том числе Хабаровский край, Забайкалья, Бурятия. В ходе подобных встреч молодые депутаты делятся опытом работы новыми практиками. К примеру, как проходит работа с населением, социальными учреждениями, какие программы реализуют в конкретных муниципалитетах. Если мы будем работать в рамках Совета молодых депутатов, проецировать изменения местного законодательства на другие муниципальные образования, приходить к правильному, к нужному решению, писать правильные законодательные инициативы, и тогда вопросы будут решаться скорее и на пользу всем жителям Амурской области. Своими практиками в ходе рабочей группы делятся народные избранники Тындинского совета депутатов. В этом году там запустили конкурс социальных проектов. Устроить фестиваль творчества, благоустроить территорию, и мы на эти инициативы даем деньги. Один миллион рублей разыгрываем. В этом году в Тындинском районе около 20 проектов поддержано. Большая часть территории – это поселения Тындинского района. В течение дня, кроме пленарной сессии о взаимодействии молодых законодателей, для гостей мероприятия прошли обучающие семинары, работа круглого стола, а также участникам встречи на специальной рабочей площадке презентовали проект строительства трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хайхэ. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Микрозайм до 5 миллионов рублей, а также лизинг под 6%. О том, какие виды поддержки существуют в Преамуре для малого и среднего бизнеса, рассказали предпринимателям на конференции в Точке кипения. Ольга Сысоя побывала на встрече и узнала, на какую помощь могут рассчитывать как опытные, так и начинающие бизнесмены. Бизнес в Преамуре есть, и он хочет развиваться. К такому выводу пришли общественники, предприниматели и региональные власти на шестой конференции «Деньги для малого бизнеса». В Точке кипения обсуждались последние тенденции бизнеса общества. Например, в этом году лизинговая компания из республики Саха-Якутия поможет дальневосточным предпринимателям приобрести оборудование по льготным платежам. 6% для отечественного оборудования и 8% для импортного. На встрече не забыли и о помощи для тех, кто лишился всего во время наводнения. Мы уже собрали соответствующие предложения от органов местного самоправления. Особенно пострадали у нас предприниматели в Мазановском и Селинджинском районе. И там больше всего пострадавших именно предпринимателей, которые, к сожалению, на сегодняшний день не могут вести свой бизнес. Поэтому предусмотрели 3 миллиона рублей поддержки на именно восстановление предпринимательской деятельности в пострадавших районах. Предполагаем, что это будет помощь на приобретение тяжелого технологического оборудования. Между тем, в этом году по линии регионального правительства предусмотрено 50 миллионов рублей для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Такую помощь пожелали получить 27 амурских территорий, где ведут свой бизнес индивидуальные предприниматели, общество с ограниченной ответственностью, а также владельцы КФХ. Виктория Демиденко тоже не прочь получить поддержку региональных властей. Она владелица небольшого частного детского сада. Дела идут хорошо, но пришло время расширить свои границы. Я хочу создать дополнительные места, то есть развить бизнес, потому что мест в садах государственных не хватает, звонков много, места у нас заняты. Хочется пока что открыть на базе уже существующего детского сада, но далее хочется развиваться и найти помещение. Расширение бизнес-границ стало еще одним вопросом, который разбирали на встрече. В частности, речь шла о банковских судах для развития малого и среднего бизнеса. Его слушателями, по большей части, стали те, кто уже давно управляет своей организацией. Большей частью это те предприниматели, которые уже не являются новичками, потому что, как правило, те, кто начинает бизнес, не думают о том, чтобы взять кредит. Как правило, когда люди начинают с нуля, масштабы небольшие, как правило, хватает своих финансовых ресурсов. И только когда бизнес начинает развиваться или какой-то новый проект реализуется, тогда предприниматели начинают задумываться, а где взять еще денег. И вот как раз на этом этапе. Сегодня банки действуют на рынке как непосредственно сами, так и через посредников или агентов. На точке кипения предпринимателям подробно рассказали, какие банковские продукты они предлагают специально для малого и среднего бизнеса. Такой информативный опыт уже успешно применяют участники прошлых конференций. Да, в прошлом году поучаствовали. Все закончилось тем, что мы получили три оффера банковских, которые действительно пришли. Сказали, да, мы действительно можем выдать кредит. Уже из-за того, что была налажена личная связь, мы решили несколько моментов бюрократических. К слову, одним из самых ожидаемых событий для амурских бизнесменов станет открытие кредитной организации, которая предоставит возможность юридическому лицу взять микрозайм до 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Хлеб по древнерусскому рецепту, свой сыр, масло и квас. Благовещенец Андрей Швалов три года назад взял дальневосточный гектар, чтобы создать на своем участке маленькую Русь. Мечта мужчины построить деревянный дом, возвести настоящую русскую баню, заниматься натуральным хозяйством и готовить еду по старинным рецептам. Часть планов Андрей уже осуществил. В гостях у семьи Шваловых побывала Анастасия Петраш. Без самовара никак. Русский самовар, чай собственного приготовления и домашний хлеб, масло и сыр. Так нашу съемочную группу встретил Андрей Швалов. Говорит, стремится ко всему традиционному русскому и поэтому без самовара никак не обойтись. Андрей давно интересовался историей и восхищался старинными русскими домами Благовещенска, с резными наличниками и интересными узорами. Однако с каждым годом таких деревянных построек в областном центре становится все меньше, сетует Андрей. В итоге понял, что хочет приблизиться к тому времени, времени Древней Руси, вспомнить свои русские корни и уйти от городской суеты. Это, можно сказать, зов крови, зов предков. Хочется, чтобы твои дети знали, что такое Русь. Чтобы возвести свою маленькую Русь, семья Шваловых взяла дальневосточный гектар. Землю в районе Егорьевки оформили в 2016-м. На следующий год начали стройку. Возвели времянку, а также хозпостройки для кур и гусей. Сейчас основная капитальная постройка, которую возводят чуть больше года – настоящая русская баня. Вот моя русская печь будет здесь стоять. Вот здесь. Здесь будет русская печь, с той стороны будет кухня. Ну, такая пристроечка. Сейчас ее пока что нет. Все, а вот здесь вот в следующий раз ко мне приедете. Если там где-то через полгодика, то вот уже будем тут сидеть и чаи гонять. Первые полтора года, говорит Андрей, строились без электричества. Приезжали сюда в основном на выходные. Читали при свечах, читали там шедевры русской письменности. При свече это вообще не передать. Просто без света, без фоновых шумов. Ночью там красота. Выйдешь, погуляешь под луной, все видно. Вообще никаких фонов. Я даже сейчас думаю, что освещать буду только какие-то вот, ну, хочется крайне мало. Потому что вот я полтора года пожил при свече, это супер вообще. Единственное, что не хватало, русской печи и избы. Вот это единственное, что не хватало. Сейчас здесь обустроили все, что нужно для быта. Еду готовят на газе. Считают, что самые вкусные блюда получаются только на огне. Раз в неделю обязательно готовят на мангале. В будущем хотят сделать настоящую русскую печь. В Центральной России это очень активно развивается. Именно кладка русских печей. Это все модифицируется. Строятся разные современные варианты. Какие-то даже, можно сказать, инновационные. Внедряются технологии в стройку печей, в нашу, в русскую традицию. Это очень интересно и радостно от того, что это есть. Это очень интересно. И мы уже нашли человека, который сделает нам проект именно по тем решениям, тех задач, которые нам нужны. А нам нужно выпекать хлеб, нам нужно выпекать русскую традиционную кухню. Блюда по древнерусским рецептам Шваловы готовят и сейчас. А желание делать продукты для себя из натуральных и экологически чистых компонентов возникло неспроста, говорит Андрей. Считает, продукция современной пищевой промышленности небезопасна для здоровья, а то и вовсе наносит вред. Да и вообще, уверяет, из-за индустриализации люди совсем забыли о натуральных продуктах. Первое, что в этом направлении сделал Андрей, испек хлеб на жарной закваске, а не на дрожжах. Рецепт использовал древнерусский. Признался, ощущения от того, что сам смог испечь хлеб, были непередаваемые. Кстати, на выпечку настоящего хлеба уходит до 15 часов. Ты смотришь и думаешь, о боже, я же там никогда ничему не учился, и как это вообще может происходить? То есть для меня было вообще новостью, что там в хлебе нет яиц, ну то есть стыд на каких-то вещах просто говорить сейчас. И когда эта булка испеклась, я стал угощать всех друзей вокруг, вот, и вообще там налево и направо. И просто стал людям предлагать, мне люди в гости приходили и говорили, ну вот, я говорю, чай будем пить? Они говорят, да, будем пить. Я говорю, сейчас я хлеба нарежу. Возникала пауза такая неловкая. Сейчас шваловы делают не только хлеб, но и квас. Излишки продуктов продают. А еще у соседей покупают домашнее молоко и готовят сыр, а также сливочное масло. В планах выкопать колодец, чтобы была, как говорит Андрей, живая вода. В плане Русь, полноценная Русь, ну то есть традиционная Русь, со своей едой, со своей инфраструктурой. Соответственно, под инфраструктурой я что понимаю? Я понимаю традиционные русские какие-то постройки, такие, как сказать, вещи быта, предметы быта, без которых русский человек жить не может. У Андрея есть предложение сделать Благовещенский русский квартал, построить исторические деревянные дома с резными наличниками и узорами, чтобы сохранить историю и на примере знакомить амурчан с жизнью наших предков. А вот о своей жизни, устройстве быта и идеях на будущее Андрей Швалов рассказывает в собственном блоге на YouTube «Дневник гектарщика». Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Почти 160 тысяч квадратных метров жилья было сдано в Амурской области в прошлом году, а уже к 2024 объем должен достигнуть почти 300 тысяч квадратных метров. Всех строителей при Амуре с профессиональным праздником поздравили в общественно-культурном центре. Сегодня на территории области возведение многоквартирных жилых домов занимаются 32 компании. В строительной отрасли занято около 40 тысяч человек. В регионе строят 45 многоквартирных домов, половина из которых за счет долевого участия граждан. Благодаря таким темпам только в 2018-м свои жилищные условия улучшили более 31 тысячи семей. На торжественный концерт, посвященный Дню строителя, пригласили не только тех, кто сегодня возводит дома, детские сады, школы, больницы, но и ветеранов отрасли. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Этот праздник действительно замечательный. Это сфера созидания. И стройка, конечно, всегда являлась и будет являться драйвером экономики. Но это, конечно, должна быть качественная стройка. Лучших в профессии отметили государственными и ведомственными наградами. Благодарственные письма также вручили от имени правительства области и законодательного собрания региона. В Волгоградской области найдены 8 неучтенных мест захоронения амурчан бойцов Красной армии. Их обнаружили амурские поисковики во время очередной экспедиции вахта памяти 2019 Серафимовичский плацдарм. Останки солдат перезахоронят с воинскими почестями в братской могиле Волгоградской области. Поисковая экспедиция длилась 20 дней на месте сражения 96-й амурской стрелковой дивизии, которая освобождала Серафимовичский плацдарм с августа по ноябрь 1942 года. Исследовали 30 квадратных километров площади правого берега реки Дон, южнее и севернее центральной усадьбы Бобровского сельского поселения. Вместе с останками бойцов найдено три карболитовых пеналов, которые вкладывали листок с данными военнослужащего. Обнаруженные останки и артефакты эксгумировали и передали органам военного управления Серафимовичского района и главе Бобровского сельского поселения. Воинов захоронят в братской могиле хутора Бобровский-2. И на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире Амурского властного телевидения.